Всем привет! Меня зовут Анна, Анна Коваль, я мастер тату-студии LuckyStyle и сегодня я расскажу, как создаю эскизы. Когда я сажусь рисовать, я беру за основу главного героя, собственно, композиционный центр, что у нас будет привлекать все внимание. И уже к нему подвязывают дополнительные элементы по смыслу, то бишь, если мы берем медведя, то как дополнительные элементы мы можем взять все, что у нас с ним ассоциируется. Это природа, лес, малина, мед, пчелы, просто какие-то листья, добавить ему фон и как бы у нас будет уже полноценный эскиз. Еще идеи рождаются от скуки. К примеру, на одной из самых скучных пар я сидела, и у меня в голове зародилась идея, а вдруг русалки это просто девушки, которых пыталась съесть рыба, но не смогла съесть до конца, и от своей жадности просто не смогла ее отпустить. Они срослись, и так появилась русалка. Я подумала об этом, подумала. Потом меня посетила мысль, а вдруг эта рыба начнет есть ее не с той стороны, и откуда знать, что у нее в голове? Это же рыба. И так появился этот эскиз. Самое любимое занятие котов – это лизать яйца на кухне, лежать на животике, лизаться и вставать дыбом. Брать самых таких, ну, не топовых животных. В общем, попугай он есть у всех, жираф опять можно закрутить ему шею, тюлень настолько ленив, что не хочет плавать, и ему можно поместить его в спасательный круг. Ну, и белка, которая все кладет за щеку. Это добрая пиранье. Откуда знать, что она такая злая? Может быть, она от своей доброты всех поглощает? Это не доказано. Она-то точно добрая получилась? Ну, добрая, смотри, какие глаза. Добрая пиранье. Это повар, кровожадный повар, разрезающий помидоры, брызги, как будто бы крови на его халате. Плачет лук, обычно все плачут от лука, но тут он сам ревет. Суицидник брокколи, потому что я не люблю брокколи, поэтому пусть будет он суицидником. И бедные шопиньончики, мне их жалко. Подошла ко мне монашка и говорит, хочу хеллоу, Китти, совместись по ДСМ. Вот, только я не знаю, как это будет. Ну, я решила попробовать, начала гуглить сначала Китти, как она выглядит, потом загуглила БДСМ, потом поняла, что этого делать не надо было, надо было написать атрибутика БДСМ и совместила. Мой любимый тропический жираф. В солнцезащитных очках. Люблю жирафов. Щеночки. Ну, первое, как бы, все любимые занятия щенков. Что они любят? Они любят залезать в помои, вот, собственно, он залез в арбуз. Они любят играться с туалетной бумагой, грызть тапки, гоняться, гнаться за своим хвостом, ну, и лежать, чтобы им чесали пузико. Была идея с пироженкой совместить ее с фламинго, и я решила продолжить эту тематику и сделать следующий эскиз с пандой. Нашла уже панду, которая будет у меня исходником в этом эскизе. Буду рисовать. Основную концепцию я беру с предыдущего эскиза. Начинаю ее обычно рисовать с того, в чем точно уверена, какого это будет цвета. То есть, в данном случае я начала с черной панды, потому что знаю, что я черные пятнышки, и не сделаешь как бы ни фиолетовым, ни голубым. Нет, конечно, при желании можно, но как бы в данном эскизе я не очень хочу отходить от реальности. Сказала Аня, рисую панду на пироженке. В предыдущем эскизе я использовала цветовую гамму в основном, то есть это голубая и розовая. Очень хорошее сочетание. В этот раз я хочу немножко поменять их местами, соответственно, фон я сделаю розовый, а голубой добавлю в оболочку кекса. Вот этот маркер. Потом там еще должен быть маркер, который я украла. Да, вот он. Вот. Что это за история проворованной маркера? Ну, есть, конечно, запасной случай, когда у тебя маркеры заканчиваются, а всегда можно украсть маркеры у другого мастера. Вот. Поверьте, от двух-трех штук он даже не поведет глазом, вот, что что-то изменилось в его палитре, вот. Поэтому смело воруйте у других. На самом деле, кнот сам дал добро мне на эти маркеры. Вот так вот маленько не очень удобно делать, поэтому переворачиваем и начинаем красить. Красить так же мощно, как малиру и забор. Красить так же мощно. Красить так же мощно. �резать так же мощно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова